Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот смотрите, какая у нас погода. У нас погода в этом году непредсказуемая за всю свою сознательную жизнь. Сегодня поговорим о петухах. Не о курочках, а о петухах. Видите, как орут? Много вопросов поступает, кого оставить, сколько оставить вообще в хозяйстве. Вообще в среднем на 10 кур нужен один петух. Но я всегда оставляю с запасом. Как понять запасом? Вот оставила я, например, тихо, оставила я, например, 6 петухов и смотрю, какой активный, какой неактивный, какой дрочливый. Вот этот у нас такой из родительства инранный петух. Вот видите? Тихо, сейчас получишь. Это легорн, долматинец. Они очень, конечно, подвижные петухи, хорошо работают, но оплот я гляну, видите, он такой прямо каверзный, из-за подлеца что-то хочет сделать, но его обязательно оставляем, будем смотреть его оплот. А так, как оставить, как выбрать? Ну вот видите, легорнодоматинцы, они, конечно, такие шепутные петухи, но масса у них, вес не тяжелый по сравнению с шепрением ломинантов. Он легкий, он подвижный. Вот знаете, видите, у него развиты какие серьги, какой гребень. Вот я вот так определяю своих петухов. Он курочек не обижает, главное, чтобы он не обижал кур. Вот. И, как говорится, не был дрожлив. Но в любом случае, петухи, когда содержатся вместе все, они иной раз все равно, ну просто друг друга, как говорится, могут посугать. Но ничего в этом страшного нету. Главное, чтобы он был здоровым, подвижным, как я сказала, и небольшого веса. Потому что, если... Тихо, не кричи. Потому что, если петух тяжелее курицы, то он может разодрать курицы бока. Это, конечно, допустить нельзя. Поэтому петухи должны быть среднего веса, подвижные. И, как вы видите, крикливый караул, хлеще меня. Вот, смотрите, это другой представитель. Вот черный петух. Петух очень сильный, так что аккуратненько, когда вы так смотрите. Вот почему я его оставила. Видите, у него тоже очень развитые серьги, знаете, какие красивые. У него чуть-чуть есть хохолок. Это от русской хохлаты. Чуть-чуть отморозил. Он гребешок. Вот лигорный насчет этого. У них гребень даже больше, чем. Но эти хитрюги не выходят в сильный мороз. Вот даже минус 15. Эти, конечно, гуляют, а эти в сарае. Поэтому у них гребешки не отмораживаются. Ничего страшного с этим нет. Я ничего не делала. Он тут чуть-чуть захватил. Потом все это роговевшее, как болячечка, слезет и будет у него петушка весной хороший гребешок. Всегда смотрю на оперение. Вот были вопросы, как выбрать. Смотрите, чтобы оперение было. Чтобы петух... Все было чисто. Ножки у него чистые. Что, Петя? Сиди. Петя, хвостик был сформирован хорошо. Еще был вопрос. Как? Например, вот купили вы петуха. Вот принесла этого петуха из другого хозяйства. Вообще желательно вечером. Чтобы, как говорится, никто не видел. Потому что у петухов, вот у кур сейчас в моем стадии есть своя иерархия. Если я сейчас чужеродного сюда засуну, то будет война. В вечернее время аккуратненько его надо подселить. Петушка обязательно смазать чем-нибудь пахучим. Но, как я говорю, можно дегтем медицинским нашим. Можно АСД-2, он вонючий, чтобы чуть-чуть запах отбить. У кур память три дня. И они очень хорошо чувствуют запах. Когда он соединится с ними, да, могут чуть-чуть пошугать. Но если три дня, тихо, постоянно мазать его, вот, то ничего страшного не будет. Пошугают, пошугают и успокоятся. Потому что петуха может шугать не только петухи, но и взрослые куры. Вот когда соединяете два поколения, видите, у меня здесь и двухлетние, и вот мои годовалые легорные. Вот, конечно, есть и куры постарше, которые считают себя хозяевами стада. Но я считаю, что петух обязательно нужен. Ну вот еще один представитель моего мужского стада. Еще, когда выбираете петуха, Боня, смотрите обязательно на ноги. Они должны быть чистые, шпоры. Посмотрите, все, подушки. Потому что много заболеваний есть. Вот когда заболевания, не буду сейчас углубляться, когда больные подушки, птица начинает вот здесь боль начинать, как артриты, и птица садится на ноги. Смотрите на петуха полностью, на хвост, на попу, на клюв. Все, чтобы глазки блестели. Вот это мой петух, там есть на канале, как мы его водили. Это вот расщепление доминантов. Петухово держу где-то полтора года, потом они уходят. У меня вкуснейший супчик, потому что мне нужно племя, мне нужно оплод яйца. И, как я говорю, я всегда, да, мой хороший, оставляю с запасом. Вот, оставила, есть у меня возможность. Я их где-то помечаю, хомутики одеваю, впускаю постепенно стадо и смотрю. Если он неактивный, если он сидит в сторонке, то это не вариант. Видите, какой у него гребень, какие у него тоже сережки. Чуть-чуть вот прямо подморожен, не бойся, петя. Ну, ничего страшного, сейчас у нас погода не сильно морозная. Вот, видите, маленький зобик. Петухово я своих карную, как и кур, два раза. И сейчас вот начну постепенно, мел я уже не даю, мел надо убирать, потому что, если собираете яйцо на оплод, мел понижает их неоплодотворяемость яйца. Мел надо изъять полностью, давать ракушку. Ракушкой прекрасно все заменит им. Вот эти глазки чистенькие у нас. Вот петух должен, он должен даваться в руки. Когда вы берете его на рынке, вот сейчас кто-то будет задумываться купить нового петуха в хозяйстве. Вот, он должен даваться в руки, даваться гладиться. Да, где-то он возмущается, конечно, он же не ручная собачка у нас. Но, в любом случае, он должен быть такой тихомирный хозяева. Потому что у меня был как-то петух, он набрасывался без разницы на кого, прямо из-под тяжка. Ну, конечно же, пришлось его убрать. Поэтому я всегда стреляю за петуха. Одного петуха на 10 кур будет достаточно. А оплод проверим, когда выведут цыпляк. Ну вот, я буду так отвечать на ваши вопросы, мне так удобнее задавайте. Так, еще был вопрос, нужен ли вообще петух? Конечно, если вы инкубируете яйцо, петух обязательно нужен. Желательно два петуха, чтобы, как говорится, все-таки за зиму что-то может случиться, может заболеть, может захромать. Но в любом случае. Вот, чтобы была всегда подстраховка. Чтобы потом весной не бегать, не искать, как говорится, где-то на стороне купить неизвестно что. Я считаю, что петух нужен. Почему? Во-первых, петух это хозяин. Он смотрит хищников, когда вот у нас тут ястры болетают, все, куры мои знают. Потому что даже деревья, у них очень хорошее зрение. И я знаю, что-то где-то случилось. Где-то кто-то чужой прошел. Даже вот там. У меня, конечно, еще и гуси хорошие охранники. Но уже все-таки видно. Он водит девочек, он наводит порядок. Он, как говорится, должен быть главой семьи вот этого сада. И все-таки я считаю, что петух хорошо способствует началу яйцекладки молодой птицы. Потому что он начинает стимулировать. Стимулировать ее на яйцекладку. И курочка наша начинает нестись. Караул горлады. Так что я держала петухов в своем хозяйстве. Конечно, у кого соседи такие, как говорится, есть привиледливые. Но тут без вариантов. Можно, конечно, держать и без петуха. Но, как говорится, у нас с соседями все более-менее. У нас, вот видите, не один петух. Потому что мне яйцо нужно оплатить. Смотрите, как снег свежий курочка кушает. Многие спрашивали тоже, можно ли снег. Можно. Они сами его находят. Сами вон с сетки она скушается. Съедает. Конечно, когда морозы в том году были минут 30. Я ставила снег даже в сарай. А сейчас, видите, прекрасная погода. Будут вопросы, задавайте.